всем привет сегодня покажу вам налобный фонарик фонарь достаточно стандартный в чем смысл видите на этом фонаре написано trophy но то что написано все эта фигня пишут все что угодно и фонари все абсолютно одинаковые здесь может быть написано лет флешлайт может быть написано trophy любая другая там фирма и так далее вы можете его купить магазине можете заказать вообще очень много этих вот налобных фонарей и все они очень однотипные много где продаются вот практически но вообще заказывается такой фонарь вовсе даже не обязательно они продаются в магазинах и стоит не дороже причем вот у меня тут недалеко есть один магазин там вообще есть они ведь здесь вот семь светодиодов но это я уже потом этот магазин нашел 7 там 10 есть хоть 3 хоть там 20 разные фонарики и они стоят там все буквально что-то 80 90 100 рублей такие цены не больше то есть буквально можно все купить и не надо для этого там ждать заказывать поэтому на не у всех такие магазины есть но где-то что-то можно посмотреть они продаются я много раз на их натыкался реально много вот этот фонарик когда-то купил просто в в метро заехали мы туда что-то купить на вечернее мероприятие не помню и я просто вот так смотрю фонарик взял его и пошел он стоит 90 рублей с чем-то 90 чем-то и что-то мне захотелось думаю вот порадуюсь а фонариком таким вот собственно данным покажу коробку ничего особого здесь нет изготовлена в китае изготовитель отел бизнес за и женщин источник света 7 лет элементов яркие экономичные долговечные не требует замены ничего не требует режима работы 137 светодиодов плюс мерцания 40 часов работает в режиме максимальной яркости в общем от алкалиновых батареек все здорово такой фонарик но повторюсь очень типичный ничего вообще вот трофе написано обращать внимание все не одинаковые короче любой заказывайте и пользуйтесь вот поэтому посмотрим что он себя представляет такой фонарь здесь видите регулировка угла свечения понятно 7 светодиодов как я говорил здесь у нас таким вот образом это откручивается внутри такая вот стандартная штуковина для трех батареек мизинчиковых ну давайте чтоб по 10 раз дело не откручивать сразу возьму батарейки так и воткну их куда-нибудь да только не той стороной так ну работает понятно ладно к этому вернемся позже продолжим смотреть что себя представляют фонарики такие здесь пластмассовая основа мягкая не очень толстая такая подкладка для головы и ремешок ремешок регулируемый понятно резинки таким образом передвигаются ставите необходимый размер верхняя резинка также передвигается то есть под себя вы его однозначно подстроить и достаточно они все удобные в принципе носить их удобно они не очень тяжелые пользоваться можно для чего применяется понятно тут объяснять особо нечего для того чтобы светить перед собой и не занимать собственно руки это понятно для какой-то ночного времяпровождение там в темноте для ночной рыбалки для может быть в темноте просто там машину ремонтируйте тоже вот для этого подходит там замечательно для всяких таких подобных занятий просто делайте что-то руками и вам надо светить перед собой вот налобные фонарики подходят это ясно ну далее что режима соответственно сейчас вот тут видно не будет сейчас горит всего лишь один светодиод сейчас горит три сейчас все 7 светит достаточно ярко видно перед собой подсветить можно вполне и вот последний режим режим сос еще раз один светодиод эти подальше 37 сос вот такой вот фонарик поэтому что остается сказать в метро они есть по моему эти фонарики во всяких там магазинах название больше не скажу никаких наверно ну просто можете зайти они много где продаются в пределах 100 рублей можете купить аналогный фонарик вот если такой возможности нет или там не хотите то можете заказать но дело в том что по моему если заказывать они даже дороже вот сейчас как-то раньше такого не было на сейчас во многих каких-то местах появляются такие цены которых даже нет в том случае если заказывать товары с ебэя там или с алиэкспресса то есть магазинах сейчас многие вещи продаются дешевле поэтому не торопитесь лишний раз что-то заказывать может быть все можете там подносом купить что-то еще несколько раз дешевле я просто на этом уже попадался что я реально например что-то покупаю и захожу в магазин а там тоже самое даже дешевле а я жду что там на почту хожу и так далее зачем смысла нет поэтому сами смотрите вот повторяю еще раз налобный фонарик от достаточно типичный ну вот что еще здесь видите open close вот этот открывается но я не знаю зачем она так прям легко открывается вот таким вот образом в общем открывается если хотите открыть вдруг открываете и радуетесь так что касаемо налобного фонарика вещь нужно в принципе по многих случаях очень и очень удобно удобнее чем обычный фонарь поэтому подумайте может быть если у вас нет то стоит такой купить и он вполне вам может пригодиться так это значит нашу его как батарейки отдельно вот обычный такой чехолчик у меня от наушников коз старых сюда просто бросаем батарейки вот так сворачиваю фонарь это я его ношу ну в основном я его беру с собой так заняться на всякий случай вот когда да там за город еще куда-то вот просто его засовываю ну любой чехол можно использовать вот и вот это вот дело уже бросают там в рюкзак там в этот кармашек какой-то там что куда кто ну каждый куда-то в свое место что-то там засовывает это уже не важно особо вот и в таком виде его таска если там вдруг что-то мне надо там посвятить или ночь наступила неожиданно то я его тогда уже достаю и использую ну что еще все наверное что хотел рассказал может быть что-нибудь забыл но если есть какие-то вопросы пожелания замечания описать обязательно в комментариях отвечу все обсудим вот если видео понравилось ставьте лайки если не понравилось то не ставьте лайки подписывайтесь на мой канал смотрите новые видео спасибо за просмотр пока